Налоговое бремя для сельских предпринимателей Заполярного района станет меньше. Районные депутаты внесли поправки, которые устанавливают размер налога для бизнеса в населенных пунктах. Новые налоговые ставки, которые будут меньше в два раза, чем предыдущие, вступят в силу 1 января 2016 года. Возможность снизить налоговую нагрузку на сельских предпринимателей появилась в связи с поправками в федеральном законодательстве. С 1 января налоговый кодекс разрешил администрации муниципальных районов корректировать ставку налога на вмененный доход. Руководство района предложило снизить ставку сразу вдвое – с 15% до 7,5%. Да, мы предположили, что поддерживать стоят те услуги, которые являются социально значимыми на селе. Эти виды услуг – это бытовые услуги. Для иных видов услуг мы оставили ставку в 15%. Стоит отметить, что также в нашем решении совета определяются понижающие коэффициенты К2, в соответствии с которыми практически все услуги на селе. Под снижение налога попали банные услуги, пошив и ремонт одежды, в том числе из меха, ремонт часов и другие. Кроме того, сельские предприниматели имеют возможность снизить налоговую базу за счет понижающих коэффициентов. По словам экономистов, новая мера на доходах районного бюджета не отразится. До 70% всех поступлений единого налога отчисляют предприниматели поселка-искателей, причем от коммерчески выгодных видов услуг, на которые льгота не распространяется. Также на сессии одобрены поправки в порядок оплаты больничного листа. Выплата по больничным листам состоит из двух составляющих. Часть финансируется за счет федерального фонда, а часть финансируется за счет работодателя. Вот эту часть, которая за счет работодателя, вот этим решением мы уменьшили. Если раньше работодатель доплачивал до среднего уровня заработной платы, то теперь только до половины. Доплату к больничному листу до 100% получат те, кто находится на больничном по беременности и родам, по уходу за ребенком или другим членам семьи. Нововведение касается всех работников учреждений, финансируемых за счет бюджета.